Приветствую в ногу с прогрессом идущих в эфире ИТВ третий выпуск программы о гаджетах и технологических событиях под названием хай-тек. Меня зовут Екатерина Махова. Прошла неделя с нашей последней встречи и представьте себе, за это время вышло в свет множество принципиально новых девайсов. Даже как-то не по себе становится от этих прыжков будущее. Ну ахать и охать по этому поводу можно долго, а потому от эмоций переходим к фактам. Для затравки наш традиционный анонс. Летающие роботы заменят привычных глазу почтальонов. Квадрокоптеры на почтовой службе. Уникальное средство предотвращения несчастных случаев на водоемах предлагается в виде симпатичного аксессуара. Принципиально новый шаг в деле сохранения жизни. Простота спасет мир. Почему прогрессивные предпочитают простейшие гаджеты? Узнайте из нашего топа. Дроны, квадрокоптеры, гексокоптеры, как там их еще называют. В общем роботы-беспилотники активно внедряются в нашу жизнь. Во многих, снятых в последнее время, в том числе и в нашей стране фильмах и видеоклипах, профессионал без труда заметит съемки, снятые этими ребятами. Да что говорить, даже видеооператоры ямальского телевидения уже не единожды использовали при съемках эту технику. Их существование уже мало кого удивляет. Вот использование дронов по вседневной жизни все ширится новыми идеями. Например, швейцарская почтовая служба начала тестирование службы доставки посылок дронами. Пока речь идет о месяце испытаний. В пресс-релизе говорится, что при тестировании будет использоваться очень легкая модель квадрокоптера. Она сможет перемещать грузы весом чуть менее 1 килограмма на расстояние до 6 километров на одном заряде аккумуляторов. Это все, конечно, планы, хотя идея уже в ходу у некоторых крупных торговых компаний. К примеру, крупнейший в мире интернет-магазин Amazon.com. Это его рекламный ролик, вы видите сейчас на экране. Серьезно задумался о доставке своих малогабаритных товаров прямо в руки покупателей. Поживем-увидим, а пока кипят бурные обсуждения в интернете. Сам механизм доставки непонятен. Прилетает к вам дрон, когда вас нет дома, и сбрасывает посылку с высоты 100 метров по GPS-координатам. Что будет, если в него врежется птица или сильные пары ветра его сдует? Людям теперь ходить и следить, чтобы на голову чья-то посылка не упала? Его у нас разберут прежде, чем он поднимется хотя бы до третьего этажа. Да, российский обыватель настроен, как обычно, скепетически. Хотя дрон это приобретают, с удовольствием используют. Чтобы не быть голословной, предлагаю вашему вниманию сюжет о квадрокоптере, который уже не раз снимал Красота Ярселя. Квадрокоптер относительно новой модели в использовании показал себя хорошо. Съемки с него впечатляют углом обзора и качеством картинки. Полеты его возможно осуществлять в любое время года, правда, не при любой погоде. Модель DJI Phantom 2Vision Plus включает в себя немало технических бонусов. Система безопасности уже в нем для того, чтобы не летать в районе аэропорта. То есть самолеты, вертолеты. Плюс гугл-карта управления. Это сейчас с новыми прошивками идет. Ну, плюсов больше, как в принципе, только аэросъемка. Все снимать сверху. А высота какая у него? Высота первоначально забита для безопасности, чтобы он вернулся, потому что он летает по GPS именно. И если нету спутников, не советую летать, потому что он разобьется. А если по GPS, высота ограничения ставится, высота 800, отдаленность 400. То есть высоту больше 800 не берет. Но есть люди, которые взлетали на 3 километра 125 метров. Ну, я так понимаю, для съемок в помещении он, наверное, не очень подходит. Он можно и снимать и в помещении им, но для этого надо минимум иметь 20-25 часов налета, потому что там работа идет в полном ручном управлении. Если в зале хотя бы зал забит людьми, то это очень опасно, потому что вращение винтов очень большое, и если его понесет, он может разрезать и лицо, и руки, и все что угодно. Это очень опасная вещь. Эта техноигрушка отличается достаточно скромными габаритами и существенно прочным корпусом. Ведь избежание падения квадрокоптера вам никто не гарантирует. Бывает всякое. Если высота небольшая, и под ногами мягкая почва или снег, то особо он, скорее всего, не пострадает. А вот вы, возможно, отделаетесь легким испугом, учитывая его стоимость. Стоит эта вещица около 60 тысяч рублей. Но сразу уточню, коптеры бывают разные. И по размерам, и по техническим возможностям. А по этому цену могут варьироваться. Следующий гаджет лично у меня вызвал гордость за разработчиков. Этот девайс не просто полезен, он призван спасать жизни, а за это достоин места в нашей программе. Итак, речь идет об изобретении под названием Кинджи. Эта штука является серьезной альтернативой, хорошо известной всем спасательным жилетам. Главное, он не создает никаких неудобств в использовании. Крепится прямо на запястье. Носить такой стильный браслет во время купания в водоеме можно уговорить даже ребенка. И кто знает, может именно это изобретение спасет вашу жизнь или вашего малыша. В критическую минуту достаточно нажать на серебристый рычаг. Буквально за секунду он превратится в специальную подушку оранжевого цвета, чтобы было видно издалека. Система не даст пойти ко дну и вытянет человека на поверхность водоема. Кроме того, в комплекте имеются компас и свисток для подачи сигнала о помощи. Цена предварительного заказа 69 долларов США. Сейчас авторы прототипа собирают деньги на серийное производство. Заявки принимаются на IndieGoGo. Если кто-то первым приобретет данный аксессуар, то обязательно поделитесь с нами впечатлениями. На мой взгляд, такие вещи должны быть в каждой семье. На удивление, простой аксессуар, а какой полезный функционал. Такие незатейливые гаджеты наравне с суперинтеллектуальными выходят в массовое производство и находят своих ценителей. Современные технологии развиваются не только по направлению к усложнению. Есть дизайнеры, которые считают, будто настоящая красота в простоте. Мы собрали несколько наипростейших техноигрушек, о которых спешим вам рассказать в нашем ТОПе. В последнее время большую популярность набирают так называемые фитнес-браслеты. Это статусные девайсы, которыми обладают представители среднего и высшего класса. Хотя, стоит заметить, спортом-то у нас занимаются многие, но далеко не все могут позволить себе такую роскошь. А ведь фитнес-браслет – штука-то очень полезная. Она помогает вам контролировать свои тренировки и общее состояние организма. Отсчитывает шаги, пульс и тому подобное. Хочется? Думаю очень. Тогда для вас у меня приятная новость. Компания Xiaomi решила выступить кардинально против дороговизны и сложной начинки и представила по-настоящему демократичный фитнес-браслет с названием Xiaomi Mi Band. Стоит он не 2-3 сотни долларов, как другие подобные девайсы, а всего 25. Простой, дешевый и очень функциональный. Следующую строку в нашем ТОПе занимает по-настоящему простой телефон. Да что уж говорить, по сравнению с популярными смартфонами, он вообще примитивный, как каменный топор. Но не стоит его недооценивать. Да, он умеет только звонить и принимать звонки. Но вы не поверите, насколько он популярен. Причем среди совершенно разных покупателей. Just5 – мобильный телефон, который просто идеален для пожилых людей, детей и молодежи. Мобилки Just5 имеют простейший дизайн и такой же функционал. С помощью этого телефона можно совершать лишь несколько простейших действий. В нем нет даже фотокамеры, интернет-браузера и возможности установить приложения типа Instagram. Представляю, как плются сейчас у экранов селфисты. Зато телефон Just5 обладает интересным дизайном и большими кнопками, что весьма кстати для стариков и детей. Лично я сразу взяла на заметку эту игрушку, думаю, моя пятилетняя дочка оценит. Хотя, если уж честно, по своей примитивности Just5 не идет ни в какое сравнение с самым простым в мире телефоном, который и называется, соответственно, просто Phone. Этот агрегат умеет только звонить и принимать входящие вызовы. Даже с текстовыми сообщениями он не может работать, потому что аппарата банально отсутствует экран. Вернее, дисплей у него все-таки есть, но расположен он на верхнем ребре устройства и может отображать исключительно номер телефона абонента, которому ты звонишь, или который в данный момент звонит тебе. Phone умеет распознавать несколько телефонных номеров, которые хранятся на сим-карте. Остальную информацию создатели этого мобильного телефона предлагают пользователям хранить, внимание, в бумажной записной книжке, которая встроена в заднюю панель аппарата. Бумажной! Да, вы правильно расслышали. Причем этот 32-страничный блокнот идет в комплекте вместе с ручкой. Следующая штуковина порадует такие любители съемки, причем и фото, и видео, причем в режиме экшен. Фотокамера HTC-RE имеет общую концептуальную основу с фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band, ведь ее создатели также решили, что подобному аппарату вовсе не нужно много функций, которые можно заменить мобильным телефоном. В итоге фотокамера HTC-RE представляет собой лишь небольшую трубочку с фиксированным широкоугольным объективом и кнопкой спуска затвора. Внутри находится аккумулятор, сенсор с разрешением 16 мегапикселей, а также модули беспроводной связи для соединения с другими девайсами. Все остальные функции устройства доступны через специальное приложение на смартфоне. Простота конструкции этой камеры напрямую влияет на ее способность выдерживать даже самые большие физические потрясения, что делает ее идеальной экшен-камерой. Ее стоимость – 199 американских долларов. По-моему, дороговато для такой простушки все-таки. Напоследок наш ТОП гармонично завершит еще одно модное устройство – так называемые «умные часы». Для тех, кто не знает, что это такое, поясню. Современные «умные часы» – это носимые компьютеры. Многие модели поддерживают сторонние приложения и управляются мобильными операционными системами. С помощью некоторых моделей можно принимать телефонные звонки и отвечать на смс и электронную почту. Удовольствие не из дешевых, но популярных. Так вот, часы Pebble являются одними из самых простых и дешевых «умных часов» на международном рынке, а других подобных девайсов их отличает предельный минимализм в дизайне и функциональности, а также использование технологий электронных чернил в работе дисплея. Проще говоря, Pebble – «умные часы» с экраном на электронной бумаге, что значительно увеличивает среднюю продолжительность работы девайса на одном полном заряде аккумуляторов. Если обычное подобное устройство необходимо заряжать каждый день или два, то Pebble успешно функционирует в течение 70 дней. При этом устройство Pebble имеет достаточно красивый, привлекательный дизайн. Самая дешевая модель этих «умных часов» стоит 99 американских долларов, а в стальном корпусе – 199. Вот таких простачков вы можете найти на просторах интернет-магазинов. Все эти новинки доступны и дешевы. Если вам в руки попадет что-то подобное, не жадничайте. Скорее пишите нам, в группу ВКонтакте. А, кстати, у нас с недавних пор действительно есть группа. Ее адрес вы наблюдали на протяжении всей программы внизу экрана. Там он, собственно, и будет находиться и впредь. Заходите, вступайте, делитесь мнением и предлагайте свои интересные темы для наших выпусков. А на сегодня это все. Прощаемся с вами еще на неделю. Не переставайте удивляться вместе с нами в программе «Хай-Тек» на ИТВ. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok